Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на городском телеканале ЮТВ, где наши корреспонденты рассказывают о самых важных и интересных событиях в Оренбурге и области, а эксперты дают им оценку. Меня зовут Алексей Чернов, вот о чем расскажем сегодня. 500 нарушений, касающихся безопасности детей, прокуратура проверила оренбургские школы. Водитель маршрутки высадил 10-летнюю школьницу, жители Росташинских прудов заверили, что для частных перевозчиков это не редкий случай. Эксперты прогнозируют снижение явки, почему оренбуржцы не ходят на выборы. Выжить в разрушающемся доме на 7 тысяч рублей, доярка из Олегского района не смогла добиться помощи от государства. Об этих и других новостях далее в выпуске. Прокурор Оренбургской области раскритиковал чиновников за плохую организацию безопасности детей в школе. Назорное ведомство во время проверки выявило более 500 нарушений. Школу проверяли в преддверии нового учебного года. Прокурор Руслан Медведев сообщил о том, что несколько образовательных учреждений не открылись 1 сентября из-за незавершенного ремонта. Руслан Медведев обратил внимание на необходимость своевременной организации проведения конкурсных процедур, подготовки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Также он отметил слабый контроль за подрядчиками. Школы устраняют выявленные нарушения. В 2022 году в центре Оренбурга капитально отремонтируют 9 улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». На эти средства выделят более полутора миллиардов рублей. Капитально отремонтируют участки на Пролетарской, Комсомольской, 9 января, 8 марта, Кобзево, Ленинской, Пушкинской, а также на переулке Матросском и Парковом. Кроме того, на 33 участках улиц проведут текущий ремонт. Полный перечень дорог представлен на сайте регионального министерства строительства. Также приведут в порядок некоторые дороги в поселках, которые ведут к Оренбургу. Автобусы 28 маршрута не довозят людей до конечной остановки. На это массово жалуются оренбуржцы, в частности, жители Расташинских прудов. Так, на этой неделе водитель высадил 10-летнюю школьницу за 5 километров от ее остановки. В ситуации разбирался Александр Кацун. Дочь Оксаны Понариной каждый день ездит домой после школы на 28-м автобусе. В четверг водитель высадил ее в 5 километрах от конечной остановки. После звонка перепуганной девочки отец бросил работу и поспешил за ней на своей машине. Звонит мне, плачет, рыдает прямо на взрыв. Тут еще ветер этот. Я говорю, что такое? Дочь, он меня высадил опять. Я говорю, как высадил? Да, он высадил, сказал, что у меня закончился газ. А он говорит, мам, поехал. Он же как мог поехать, если у него газ закончился? Ждать следующий автобус. Это нужно длительное время. Этот промежуток, интервал между ними немаленький, где-то минут 15-20. По словам представителя компании «Трансгрупп», которая обслуживает маршрут, водители не везут пассажиров в Расташинские пруды и дачный массив из-за разбитой дороги на автодромной. О ее состоянии мы уже рассказывали не раз. Но даже несмотря на это пассажиров не бросают, заверил Владимир Калентьев. Водители придумали выход из ситуации. Вчера с ситуацией автобус сломался. Со слов водителя он остановился, предложил девочке подождать следующей, 28-й, которая подъедет. Но она вышла. Но когда водители, если, естественно, не хотят туда везти, вообще нет желания, из-за того, что там дорожное полотно, как будто танки ездили, они группируют количество пассажиров на один автобус, чтобы не просто так подвижной сосав наедел. Ну, как бы это-то наказываем, делаем выговор. Водитель ребенку сказал, у меня закончился газ, выходи. Она одна была, выходи. Закончился газ. Не просломался он, ничего не говорил. Она вышла. Вот, ребенка забрал папа. То есть, никакой следующий автобус, идущий, не забирал на его ребенка. Информацию о высаженной из автобуса школьнице разместил в социальных сетях депутат Горсовета Оренбурга Денис Батурин. Нашему телеканалу он сообщил, что в ответ на запись получил еще десятки сообщений от жителей Расташинских прудов, которые тоже оказались в такой ситуации. Отметим, что начать ремонтировать автодромную в мэрии обещают на этих выходных. Юлия Тюшевская, Александр Кацун, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. Выборов в Госдуму и областной ЗАГСО примут участие только 35% жителей. Такой прогноз в эфире нашего телеканала дала социолог Галина Шишукова. Почему люди не заинтересованы в политике и за кого будут голосовать активные горожане, расскажет Ванесса Петерс. На днях в социальных сетях пользователи публиковали переписку руководства одного из детских садов Орска в чате с родителями. Автор публикации пояснил, что горожан уговаривали написать заявление о голосовании на дому. Однако многие возразили. Депутат городского совета Вячеслав Рощупкин заявил, что на каждый детский сад поставлен план по таким заявлениям. По его мнению, это способ украсть голоса жителей. Голосование на дому тем и отличается от голосования на участке, что все-таки за этим голосованием меньше ведется наблюдение. И приезжают к тебе непосредственно люди и могут тебе показать, где поставить галочку, за кого проголосовать. Как они говорят, за нужного кандидата. Я вижу, что на людей оказывается давление, их запугивает увольнение. Наверное, все это можно связывать с фальсификациями. Вот эти вот предложения голосовать на дому, неожиданная забота о нас, чтобы мы не заразились коронавирусом на избирательных участках. Дома должны голосовать только те люди, которые без уважительной причины не могут пойти на избирательные участки. Это цитата Элла Памфиловой в российской газете. Если родители посчитали, что их принуждают голосовать, то, разумеется, это обосновано. Депутат написал жалобу в Следственный комитет и избирательную комиссию. Однако председатель избиркома Евгения Ивлева ответила, что изучив информацию, нарушением это не посчитали. Правоохранительные органы продолжают проверку. Что ведется активно, принуждение голосовать за конкретных кандидатов в партии, у нас не было таких сообщений. Уверена, говоря о том, что это эмоции, это такие вот слова, не побоюсь этого слова, пафосные, фальсификации, принуждения, за деньги, без денег. То есть вот, а когда начинаешь разбираться, да, и даже вот хотели принять определенные решения, а у нас даже нет оснований. Вы вполне себе можете не пользоваться этим способом. Прийти на свой участок по месту регистрации, проголосовать там. В соцсетях обсуждают и другие волнующие ситуации, связанные с выборами. Например, требования со стороны работодателей открепляться от своих участков для голосования. О таком случае порталу знак.ком сообщил сотрудник Федеральной налоговой службы. Как стало известно телеканалу ЮТВ и собственных источников, аналогичные просьбы поступают и сотрудникам Оренбургского аэропорта. Призвать к ответственности за такие нарушения достаточно сложно, ведь о давлении люди открыто не заявляют, боятся потерять работу. Однако на общее доверие населения к выборам это влияет, а соответственно и на явку. Если в 2016 году у нас по области было 41% явка, то я-то прогнозирую, что она у нас будет ниже. От 32 до 43, то есть как бы в 41 сюда входит. Но скорее она будет ближе к нижнему пределу. Причем точно так же в городах она будет существенно ниже. И за счет сел и активности сельских жителей мы можем набрать вот эти 32% явки. 32-39, вот так вот скорее. По данным ВСОМ по России, граждане намерены идти на голосование в количестве 51% от всего населения. Из них 36% заявили о твердом намерении идти на выборы. Не хотят принимать участие в голосовании 39 респондентов. Социологи объясняют, что большую часть активного населения составляют люди пожилого возраста. Молодежь же занимает пассивную позицию. Однако легитимность по сравнению с прошлыми выборами значительно падает. И политологи связывают это не просто с недоверием к власти, а в разочаровании в действующей государственной системе. Банесса Патрас, Юлия Тюшевская, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. Шеф-редактор Эхо Москвы в Оренбурге Ирина Левина считает, что низкая явка прежде всего связана с отсутствием конкурентной борьбы. Так, часть кандидатов не была допущена до выборов, а часть партий даже не была зарегистрирована. Сейчас, наверное, даже, может быть, не столько там про Оренбург стоит говорить, сколько про Российскую Федерацию. Часть людей просто до выборов не допущены. Часть партий в России просто не зарегистрированы. И мы все понимаем хорошо, о ком идет здесь прежде всего речь. Я так понимаю, что сторонники того же Алексея Навального в Оренбурге, у которых было желание идти на выборы, просто оказались сразу за бортом, потому что они понимают, стоит им подать документы, они сразу получат отказ в регистрации. Когда выборы не конкурентные, то в этом всегда менее интересно участвовать, потому что у части населения просто не осталось своих кандидатов. Вот какая-то апатия, которая и сам ход предвыборной кампании, ну, не смогли мобилизовать людей на голосование. Она какая-то тихая была, ну, в принципе, опять-таки, выгодная для ведущих партий. Политолог Булат Кламонтаев считает, что фальсификаций на выборах в Госдуму и ЗАГСОП не будет, так как член участковых и территориальных избирательных комиссий осознают свою ответственность перед законом, не допустят нарушений и наблюдатели. Я тот эпизод из многочисленных эпизодов, который обнаружен и обнародован в отношении Орска, я все-таки связываю не с прямой фальсификацией, которая возможна, потому как там, извините за фальсификацию, когда за руку схватят, грозит уголовная статья, а, стало быть, и тюрьма администрации президента, и сам президент не устает говорить о легитимности выборов, о том, чтобы к результатам, полученным в результате голосования народом, было доверие. Это неправильно, когда воспитатель в детском саду, директор школы или кто-то еще начинает просить тебя, уговаривать, предлагать тебе проголосовать дома. Каждый должен делать свою работу. Есть избирательные комиссии, они пусть информируют, но это не должно превращаться в такое действие, которое мы наблюдали в Орске. Такие истории, в конечном счете, они как раз и набрасывают всю тень на избирательную систему, и они, в конечном счете, просто снижают доверие граждан к выборам, что очень, конечно, плохо. Фрипресса провела прямую линию с соренбургцами по аналогии с той, что в августе прошла с Денисом Паслером. Журналисты обсудили вместе с жителями вопросы ЖКХ, экологии, качества дорог и многие другие. Как прошла прямая линия, организованная журналистами, расскажем далее. Прямую линию с соренбургцами провели журналисты Максим Румянцев и Оксана Чуряк. Сама трансляция длилась более трех часов. За это время в эфире побывали журналисты, общественники, блогеры и обычные горожане. Большинство вопросов и жалоб было по темам экологии, ремонта дорог, жилищного хозяйства и благоустройства. Жители одного из домов в Бугуруслане пожаловались на протечку крыши, а проблема в недобросовестном подрядчике, который не закончил ремонт кровли. Тут по стене все, по окну, по окнам и телевизор тут все затоплено было. Вот по этой стене, видите, вон коричневая, вот до этого тоже по подружке мокрые были. Все, угол тоже этот, и этот угол все отстал, все, вот, а это все, вот, ужас еще было. Обсудили вопросы сохранения исторического центра. Оба журналиста призвали восстанавливать памятники архитектуры, а не уничтожать их. Также журналистка фрепрессы вела прямую трансляцию с улиц Постникова и Володарского, где сейчас делают ремонт. Эти ремонтные дороги, работы, должны продлиться до 1 декабря. То есть вы можете представить, что будет осенью и что будет зимой. То есть как люди будут кататься с горок, падать, не знаю, в эти ямы, окопы. То есть совершенно ничего не предусмотрено для того, чтобы они могли спокойно и безопасно перебраться с одной стороны на другую. В целом оренбуржцев во многом волновали те же вопросы, которые озвучивались и на прямой линии с Денисом Паслером. Но в отличие от эфира с главой региона, здесь, хоть и не отвечали конкретно на жалобы жителей, давали им возможность высказаться. Отметим, что основным выводом из прямой линии журналисты сделали отсутствие коммуникации между оренбуржцами и властью. Доярка из села Студеново жалуется на низкую заработную плату – 7 тысяч рублей, которую и без этого задерживают. Жительница говорит, что на эти деньги она не может сделать капремонт в своем ветхом доме и прокормить семью. На проблемы женщины отреагировал депутат Государственной Думы Сергей Катасонов. В селе Студеная Наталья живет 28 лет. Она работает оператором машинного доения. Однако зарплаты в 7 тысяч рублей не хватает на жизнь. Официально ее не трудоустраивают. На такие деньги женщина не смогла собрать ребенка в школу. А единовременная президентская выплата на школьников у Натальи по необъяснимым причинам не прошла. Надо его обуть и одеть. Он у меня на неделю в школу не пошел из-за того, что денег не было. Обуть и одеть его не на чем было. Свет, газ. Не плачет. В школу. А зарплату не задерживают? Вовремя выплачивают? Сейчас стали задерживать, но ненадолго, но на две недели задерживают. Прошлым летом Наталья купила жилой дом в рассрочку, но он был в аварийном состоянии. И чтобы жить требуется капитальный ремонт. Депутат Госдумы от партии ЛДПР считает, что обнищание населения – позор действующей власти. Сильно просел, дожки подняло, они поломались. Дожки у нас в этом краю. У нас угол сильно сел. Мы хотели в этом году его поднять. У нас в селе 70% – это нищих людей. Если мы начнем выдавать им нормальные заработные платы и пенсии, как я сказал, от 25 тысяч рублей, все это моментально вернется в производство и производство запустит. Мы слышим даже, города мы будем строить. Да мы должны строить производство, мы должны строить новые фермы. Сергей Катасонов намерен менять ситуацию и увеличивать благосостояние населения в Оренбургской области. С проблемами жительницы он будет обращаться к главе района и ее работодателю. Кроме того, он займется вопросом президентской выплаты на сборы ребенка в школу. В Орске и перечень объектов культурного наследия пополнился новыми зданиями. Их ценность подтвердили на заседании комиссии областной инспекции госохраны памятников. В перечень охраняемых объектов внесли комплекс зданий на проспекте Мира и Ленина. Также в список попал немецкий мост на Южноуральской железной дороге. Статус позволит защитить здание от сноса, уничтожения или повреждения ОКН уголовно наказуемо. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru и в нашем инстаграм-аккаунте utv.orin. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона 430045. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на ЮТВ.